доброе утро все темнее и темнее становится с утра пришли на работу начинаем но мы начинаем только продавать еще нечего вчера после роллов гляньте так-то мешков у меня никогда не не было прям вот так вот уж пить до сих пор хочу я надо попить водички с утра я не ем вчера так наелись ну хорошо пошли хорошо поели уже 148 раз говорю прям очень нравится не эти девочки хозяйка она там она и хозяйка она и работник но когда такие у них жаркие дни ей подруги помогают готовить она и сама готовит и сама обслуживает и помогают и вот очень вкусно там все аккуратненько все хорошо мне нравится просто там быть и там быть и то что они делают изготавливают тоже нравится все начинаем работать шкафчик расстоечный расстоечный шкафчик где греется где поднимается понимаете больших объемах это же не дома тряпочкой накрыть ну знают же люди многие работали в пекарне и вот так сейчас по кругу все включать все оборудование доброго утра вам хорошего дня всем как бы там ни было плохая погода плохое настроение ты эоа на тряпочке т thrive а Ну, давай, его сверни. Ну, вас сегодня видите? Первый снегчик, как он валил, снег. Ну, конечно, мокрый сейчас на дорогах. Месиловка, сейчас это первый снег у нас пройдет. Обычно у нас первый снег, прям прекрасно помнили, 3-4-5 ноября, первых числах ноября. А сейчас, видите, в этом году все меняется, все не так. Все это сойдет. И опять дожди-нибудь будут. То есть не ляжет, он не будет лежать. Такой снежок у нас. Мы на работе. Пришли, наконец-то. Я как сороку все время, сумочки смотрю. Ну, вот это вот давно. И она мне не нравится, кстати. Где-то беда просто. Пришли, наконец-то, с Миланой. Я говорю, пойдем, а то хоть у нас и тепло сейчас, а то, как всегда, наступит. Малый? Не, я не хочу. Почему? Не нравится. Не нравится? Милана хочет... Четыре, чуть не уронила. Так, подлиннее. Именно на шнурках и вот на такой платформе. Ну, что-то такие передвала. А вот, будем дальше смотреть. Мы в каре. Как всегда. В другие магазины уже зашли. Ну, понимаете, подошву, прям вот это вот сам фасон. Хорошо сшито, сделано аккуратно. Колодка, я имею в виду. Ну, такой подошвей хочется, но черной и повыше. Да, ну, тоже с пуговкой перламутровой. Будем искать. Теперь сюда. Показала мне... А где ты, где это? На Малберисе? Нет. А где, просто картинка? Да. Показала мне картинку, мне нравятся такие классные, на подушке. Ну, еще было бы это в наших магазинах. Я такие даже и не видела, наверное. Я как-то и говорила, что у Лекси стало плохо. Мы сначала подумали, что клещ очень было похоже. И уже вот прям наблюдали-наблюдали, чтобы быстренько купить, поехать к ветеринару. Нужно было убедиться, но... Матя у нее так и была светлая. Почему у нас подозрения сразу появились, что это клещ? Потому что африканская жара, африканская жара, я вам говорила. У нас африканская жара, циклон. У нас не так жарко, мы в повязках не ходили в инобедренных в эти дни. Циклон такой, африканская жара. То есть ненормально для ноября такая температура. Очень тепло было. И природа такая, как вот весенняя. Такая весенняя. И весной бывает такая противная промозла. А это нет, прям такая весенняя, как будто к лету. Такой ветерочек тепленький. Так прекрасно. Клещи активизировались. И когда мы потом обратились к ветеринару, он говорит, да. Ко мне уже приводили сейчас, там день назад, собаку, которую укусил клещ в ноябре. В середине ноября. Почему подумали, что клещ? Потому что симптомы сначала же это незаметные. Это же происходит все постепенно, что собаке становится плохо. И она погибает не за один день, не за два. Она может промучиться неделю, даже побольше. Но очень важно проверять, когда собака уже не опирается на задние лапы, с трудом ходит, аппетита у нее нет. И опять же это не сразу заметно. Она сначала только пьет, есть, перестает. Вот этот момент не сразу видно. И потом уже, естественно, пить перестает. Проверяем мочу. Смотрим, как собака мочится. Если моча уже бурая, это клещ. А бывает уже прям совсем красная. Это уже говорит о том, что там уже все, уже почки отказывают, органы отказывают. Ты идешь сюда попить? Сейчас налью. Там воды у тебя нет? И глаза становятся, белки глаз становятся тоже бурыми. Белки глаз и рот. Кожа внутри, не знаю, как это правильно все сказать, язык и все вот это внутри. То у них там розовенькая, да, такой язычок. А это прям, прям, ну, явно, вы не перепутаете, знаете, какого цвета есть тут. Нет, здесь не такой цвет. Темные прям такие места, коричневым уже все это становится. И это видно, что что-то не так. Вот, у нее глаза помутнели. Но рот, извиняюсь. Но рот становился таким же розовеньким. Поэтому мы эту версию потом убрали. А потом ей уже стало прям совсем плохо. Она перестала есть. Она пила. Мочилась. Причем уже прям здесь стала, потому что она уже, ей было плохо вставать. Потом я подумала, я помню такую ситуацию, что я эти кости трубчатые, козлиные, бросила в кастрюлю. И не чтобы давать собачью кастрюлю, а чтобы их отварить, сварить им, как всегда, там потом еду. Добавляем туда любые каши. И что-то я вообще потом, вот про это не помню, куда, куда я их делала, эти кости. Вот. Ой, кинула. Или куда. И почему-то у меня в голове вот эти кости-кости. И она уже перестала по-большому ходить. Мы видим кровь. Муж там все рассматривал, когда она лежала, у нее прям кровь прям капает. Уже, то есть, еще целыми днями на работе, мы не можем за ней наблюдать. И так получилось, что к нам на работу зашел ветеринар, который приезжает сюда козом делать прививки. За хлебушком зашел. И я тут же, смотри, никогда его там не видела, он к нам не приходил, а тут он и пришел. Я говорю, смотрите, у нас такая ситуация, но это я ему говорю, что у нас собаке стало плохо и, скорее всего, от костей. Ну, потому что у меня засели в голове вот эти вот кости. Он говорит, она вздулась, а мы прям вот сегодня уходили из дома. Она лежала на одном боку, она уже несколько дней не ела, и она уже должна быть тущая-тущая. У нее уже должна кожа к позвоночнику приклеиться, да? А она не сдувалась. И муж мне еще, мы такие стали выходить, она лежала здесь прямо в коридоре, легла под ноги. Муж говорит, смотри, наверное, опухла. Мы все, думаем, точно. Значит, точно костей объелась. И они же там впиваются в кишечники, и собака мучается, и потом вздыхает. Там только операцию делать. Мы ему говорим, что вот она, наверное, так. Он говорит, тогда она вздулась. Мы говорим, да, вот прям сегодня муж обратил внимание. Он назначил клизму. На тот случай, если она вздулась, а мы сказали, что она вздулась, прям литр-два, говорит, ей вливать марганцовки с водой и масла добавить. На эти полтора-два литра, там грамм сорок, говорит. Вот, в рот вливать. Потом что еще назначил? Что-то он еще назначил. Я сейчас не вспомню, чтобы не заморачиваться. Он говорит, ну, еще нужен антибиотик. Вот, мы пришли, значит, ей давай вливать тут. А хвост ей задрали, а у нее кровь-то не из зада, у нее кровь из другого места. Вот, она же у нас девочка, хаски. И тут уж думаем, ну, значит, какое-то воспаление, наверное, женское, да. Мы не собачники вообще. У нас 15 лет до этого жил Стаффорд. Мальчик, кобель был. Это девочка. То есть она у нас, мы ее не вязали ни разу и не собираемся разводить такую породу. И, соответственно, она не рожала никогда. Она в этот вечер, не после клизмы, а до того, она уже нас встречала, уже вставала, хвостиком махала. Мы говорим, смотри, повеселела. Но клизмы все равно сделали. На улицу выводили, и на улице едет два литра, понимаете. Там просвистело все потом обратно. Никаких ни малейших костей, ни крови, ничего не было видно. Потом я пошла к другому на следующий день. Пошла к другому ветеринару. Он говорит, может быть, воспаление матки, как он назвал это, я забыла. Если, говорит, оно... Ну, нужно смотреть собаку. Естественно. Я говорю, нас с вами днями нет, а он знает. Он заходит тоже за хлебушком, он яйца у нас покупает. И в этом случае нужна только операция. Он говорит, какой у нее живот, какие у нее бока. Я говорю, в том-то и дело, что бока не сдувшиеся, не впалые бока. Он говорит, ну, это очень вероятно, потому что матку раздуло. Она увеличенная. Там сейчас воспаление, там сейчас гны, там сейчас все подряд, короче. Вот. И, говорит, по-хорошему нужно ехать делать операцию. Ну, назначил лечение, назначил ножку, Б-12 и антибиотики. Вот. Но, как сказала, уже ей до этого прям уже полегчало. Он говорит, может, во время течки она что-то подстудила, застудила. А может быть, я не знаю, говорю, мы не собачники. И может от того, что ей уже 7 лет, ни разу мы ее не вязали, рожать мы ей не даваем. Может быть. Я не знаю, я предполагаю, я понятия не имею. Как могла подстудить, еще зима не наступила, такая северная собака могла что-то себе подстудить. Ведь собаки, они лежат, они валяются на льду, в мороз, они балдеют от снега, да. Вот. Ну, тем не менее, так вот делаем уколы, еще не все сделали. Но она уже веселеет, она уже хочет есть, начинает есть. Была прям совсем, мы уходили на работу, она, то она в доме там лежит, у нее есть свои места. Она уже не могла по лестнице подниматься, прям все, уже не могла, ложилась там. Вот. А мы уходили, она легла сюда в коридор. И муж на работе. Лекция легла, видишь, прощаться с нами. Блин, мне прям выворачивает. Наверное, говорит, придем и уже. И в этот день как раз ветеринар появился. Мы зашли, она прям бодренько стоит нам, хвостиком беляет. Вот. Вроде бы пока выкарабкались. Лечим. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok